Без бумаг. Как зашла в регион электронная система ветеринарной сертификации и как сэкономить на ремонте слихозтехники? Здравствуйте, я Инна Михайловская и это Сельская Среда. Такое приветливое солнце на улице и ничего, что вот только-только закончились морозы. Весенние полевые работы уже совсем не за горами. В этом сезоне подготовка идет даже быстрее, чем нужно. Во многих хозяйствах техника, например, хоть сейчас может выйти на прибивку влаги. Эти элитные семена пшеницы ждут отправки заказчикам. Обращение с ними особо бережное. Сортируют при температуре не ниже минус 15 градусов, тщательно соблюдают условия хранения и транспортировки. И если пшеницей закончили, теперь займутся овсом, заявки на него уже есть, спрашивают и семена рапса. Качество под контролем Россельхозцентра. После того, как урожай убран и сортировка семян проведена, они отбирают образцы у нас семян, проверяют их на всхожесть, на чистоту. Торопятся завершить подготовительные работы и в Галышмановском районе. Сеять зерновые культуры будут, как и в прошлом году, на площади больше 87 тысяч гектаров. Нынче Троица заканчивается в мае, 27 мая. А вы знаете по зову природы, по нашему, христианскому поверью и прочее. Мы должны по силу и до Троицы всегда закончить. Завершаются работы и в машино-тракторных мастерских. Волны, капитальный ремонт, расточка коленчатого вала, замена поршневой. Ну и головки тоже смотрели, ремонтировали, замена клапанов. В Упоровском хозяйстве Невагра только тракторов 68, а еще зерно и кормоуборочные комбайны. На одного механизатора по две, а то и три машины. Подготовкой занимаются сами, так надежнее. Вот и капитальные ремонты двигателей зачастую проводят на месте. Так выгоднее. Сервисному центру надо заплатить 350 тысяч рублей, а если дома, то ремонт обойдется в 1070. Вот так вот проворачиваем. Сейчас вот тут можно карнивал протягивать. В хозяйстве Невагра пять отделений, там и техника своя, простые работы проводят на местах. А более серьезные, затратные, в центральной мастерской. Так удается экономить на подготовке техники к посевной. В этом году мы как бы удержались на той сумме, что в прошлом году. Но если брать анализ удорожания запчастей, то идет от 10 до 40%. Середина марта. В Неве Агро практически все машины готовы к выходу в поле. Впрочем, такая картина в большинстве хозяйств области. Сейчас аграриев больше волнует, как быстро подойдет земля и сколько в ней будет влаги. Мартовские обильные осадки, конечно, изменили картину в полях. Сейчас практически не видно земли. Но насколько они эффективны, это станет ясно, когда снег начнет таять. Идеальный вариант для аграриев – это плюсовая температура и днем, и ночью. Тогда влага постепенно будет уходить в землю. С 1 января начала работать электронная система ветеринарной сертификации. Это означает, что бумажных бланков, к которым все привыкли, не будет. Еще и перечень продукции, на которую распространяется новый формат, расширили. Туда внесена в том числе молочка, консервы мясные и рыбные, макаронные изделия с начинкой из них, супы, бульоны. И вот как начала работать новая система в регионе. Будни Галышмановского ветцентра. Теперь ветеринарные сопроводительные документы оформляют на компьютере. Права на их создание имеют 351 специалист региона. Сергей Коноводов – один из них. Мы получили доступ как администратора этой программы. И в этой программе мы заносим все эти данные. Ее видят эту программу. И по каждому конкретному случаю видят ее Россельхознадзор, налоговая, видят ее следственные органы, прокуратура в обязательном порядке. Компьютерная программа «Меркурий». Сюда вносят все данные о продукции, как говорят, от поля до прилавка. Например, говядина. Где выращено, возраст животного, его здоровье, а также информация о конечном продукте. Колбасе, например. Где произведена состав, куда отправлено на реализацию. Вся информация зашифрована в QR-коде. И с помощью телефона можно ее прочесть. Прозрачность – одна из главных задач нового проекта. Убрать контрафактную продукцию, то есть фальсификацию продукции, обеспечить прослеживаемость продукции. Ну и в конечном плане это, я думаю, благоприятно скажется на потребителе, на нашем потребителе, который будет уже гарантированно получать качественную и безопасную в ветеринарно-санитарном плане продукцию. Электронная ветеринарная сертификация стала обязательной с начала 2018-го. Весь прошлый год был подготовительный. Тогда оформили 1,2 млн документов по-новому. И уже за два месяца 2018-го. Почти столько же. Более 20 лет действовало вот такое ветеринарное свидетельство на нескольких страницах. Сейчас распечатка очень скромного формата. Но отличаются они не только внешним видом. Дело в том, что в прежние документы могли внести несколько видов продукции одной партии. А сейчас только один вид продукции. Сейчас к проекту подключились почти все сельхозпредприятия, связанные с мясной переработкой. А с 1 июля должны присоединиться и молочники. Правда, пока решают, как будут работать в новых условиях личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Весной. С миграции перелетных птиц возникает угроза птичьего гриппа. Этот вирус создает серьезные проблемы птицефабрикам. В прошлом году из-за вспышки этого заболевания в 9 субъектах России уничтожили более 2 миллионов голов. Ущерб исчисляется миллиардами. Тюменская область эта беда миновала. Во избежание проблем в очередной раз специалисты напомнили о профилактике птичьего гриппа. Тем временем в Викуловском техникуме открыли год добровольца. Сельские хроники. В Викуловском районе более 150 добровольцев. За 9 лет существования отряда «Шанс». В книге почетных волонтеров десятки выпускников техникума и сотни добрых дел. О своей работе также рассказали добровольцы из отряда «Направление плюс». Нужно уметь общаться не только с детьми, но и со взрослыми, и наоборот со старшим поколением. Если есть такое желание идти, помогать, кому-то рассказать об этом всему, то можно прийти к нам. Заводоковская школа номер 2 стала пилотной площадкой нового российского образовательного проекта «Кодвордс». Дети в игровой форме изучают основы программирования. Занятия раз в неделю по 40 минут. Организованы две группы по 15 человек. По словам педагогов, это хороший старт для ребят, которые планируют связать свою жизнь с IT-технологиями. Адаптирована для детей с 1 по 6 класс. И обучают программированию, не поддерживая синтаксис никакого языка. Но основы программирования закладываются. 18 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна» в областном и районных центрах пройдет самая большая продовольственная ярмарка. В Тюмени торговля впервые развернется на 16 площадках. Продукцию можно будет попробовать и купить со скидкой до 30% от розничной цены. Стоит зайти на портал «Тюмень. Наш дом», во вкладку «Тюменская весна», набрать свой адрес. И можно узнать обо всех мероприятиях и торговых точках, которые будут расположены во время этого праздника. В селе Упорово готовится к открытию кафе «Блинное». Предприниматель Тамилов создаст два рабочих места. А неподалеку строится завод по глубокой переработке картофеля. Вот такая разная инвестиционная деятельность. При всем при этом в муниципалитете продолжают открываться и современные торговые точки. Полки ломятся от товаров и ждут покупателей. Сезон начнется позже. Однако новый строительный магазин открыли заранее. 600 квадратных метров торговых площадей, по сути, возвели на пустом месте. Раньше здесь была полуразрушенная база. Подобные магазины в райцентре есть, но здесь намерены брать ассортиментом и ценами. Какие-то товары идут под заказ, какие-то товары имеются в наличии. Людям, если захотели что-то приобрести, нужно здесь и сейчас. Еще один похожий магазин располагается в торговом центре «Карнавал». Здесь, помимо большого хозяйственного и строительного, пять арендаторов. Среди них парикмахерское ателье строит еще и вторую очередь центра. Начали мы строительство в начале 2017 года. Планируем закончить вторую очередь торгового центра «Карнавал» к концу 2018 года. На первом и втором этаже будет открыт магазин с промышленными товарами. В реестре Упоровского района 41 проект, 17 из них – это сфера услуг. И почти столько же ВПК. Школа фермера, на которой крестьяне получили передовые знания по ведению хозяйства, дала толчок двигаться дальше. Два проекта уже реализуются, а три, как говорят, на старте. Общая сумма упоровских инвестиций – почти полтора миллиарда рублей. Миллиард двести миллионов за известной агрофирмой. Основная доля инвестиций, конечно, это наш Крим, который в прошлом году начали проект. Это, скажем так, долгожданный, то, что связано с переработкой картофеля. Это он нам даст примерно 51 место рабочее. И остальные проекты все мелкие, но мы рады всем проектам. Сейчас рассматривают еще один проект – это организация производства упаковочного материала. Ведут переговоры с местными предпринимателями, изучают спрос. Главным партнером, скорее всего, будет Крим. Дары природы – из картона и бумаги ниточка с иголочкой. Это только несколько направлений, кружка, творческая мастерская. Он работает при Нижнетавдинском центре соцобслуживания населения. После школы приходят ребята, чтобы с пользой провести время. Ну вот, казалось бы, везде так. Но сейчас здесь проходит курс реабилитации детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Занятия в швейной мастерской. Кружок открыли специально для ребят, которые в Центре соцзащиты населения ТАВДА проходят реабилитацию. Их семьи неблагополучные. Дети не знают элементарных вещей, например, как пришить пуговицу. На занятиях они научились не только нитку в иголку вдеть, но уже шьют самые простые вещи. Не всегда родителям есть до них время, и не всегда каждый родитель может научить того же ребенка пришить пуговку. Мы не шьем юбки, блузки, такого сложного покроя. Вот самый фартучек. Простая выкройка, простой крой. То есть детям не сложно это. Они могут сами пошить, сшить дом, маму порадовать. Такая реабилитация бесплатная, длится 18 дней. Одновременно ее проходит 20 детей. Помимо кружков ребята посещают еще и физкультурные занятия, встречаются с психологом, социальным педагогом. За год более 500 нишнитавдинских детей учатся жить по-новому. Бывают такие детки, которым за 18 дней недостаточно. Поэтому мы по решению нашей комиссии продляем такой курс реабилитации. Ребята, которые находятся в сложной жизненной ситуации, главная забота сотрудников центра Тавда. Но и детей из обычных семей вниманием не обделяют. Клуб «Империя детства» открыли в этом году своего рода продленка для первоклашек. Могут и уроки выучить, но в основном здесь кружки и развлечения. Из шести кружков империи четыре платные. На вырученные средства центры закупают оборудование. «Империя детства» настолько востребована родителями Нижней Тавды, что сейчас уже поступают заявки на следующий год, когда ребята станут второклашками. Опыт растительного мира ученые хотят использовать для борьбы со страшными заболеваниями людей. Суть в том, что коричневые пятна на здоровых зеленых листьях – не что иное, как предупреждение своим собратьям. Так растения пытаются предотвратить распространение инфекции. К такому выводу пришли американские ученые. Они считают, что в борьбе с заразой представители фауны уничтожают собственные инфицированные клетки. При исследовании обнаружилось, что в таких ситуациях реакция растений очень схожа с реакцией животных. Более того, один из ферментов очень похож на белковую молекулу, которую вырабатывает человеческий организм при онкологии. Ученые не исключают, что со временем они смогут изобрести лекарственный препарат для лечения злокачественных опухолей. На этом, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда». Вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи.